В общем-то и городов, и директоров. И все-таки какие системы, вот после всех вот, ну, даже контактов, обучения, какие системы пошли в Ваших регионах? Вот именно вот Ваши системы. То есть как? Что работает? И, ну, как выращиваются лидеры? Ну, лидеры действительно. Понятно. Ну, это самое. Системы, они, у каждого лидера свои, да, свои наработки, в результате своей работы. Но все системы работают. Я лично работала с системами вот этих каскадных встреч. Система каскадных встреч у меня очень хорошо работает. Всех своих лидеров, вот последующих, я вырастила по этой системе, и она, и у них то же самое. И с первого дня, очень важно, с первого дня этого консультанту дать знать, что это его бизнес, что это ему надо, что это не мне надо. Я его проводник, я ему помогаю. Но это в первую очередь он сам должен делать. Первого своего лидера я сама тащила, сама за него все делала и не видела этого. Даже такой простой человечественной благодарности и то. А вот те люди, которые с первого дня, я тоже расту, да, и тоже же анализирую работу, с первого дня сажаю, говорю, это твое, ты должна сделать то-то, то-то. Но чтобы это сделать, смотри, ты можешь сделать это на сто процентов. Но можешь сделать это на сто десять процентов. Как ты думаешь, вот эти сто десять, вот эти десять процентов, что выше ста, это много для тебя? Много? Нет, не много, если я могу сделать сто процентов. Почему мне не сделать сто десять процентов? Вот эти вот десять процентов именно и есть тот успех, который потом складывается. И вот именно те люди, которые свою работу делали на 110% выше, чем на 100%, вот именно те люди и делают у меня результаты. Вот говорят, да, вот январь спадочный, лето спадочный, вот такие вот месяцы. У меня этих месяцев не бывает. Почему? Потому что я даже и не думаю, что такие должны быть. Спада не будет и нет. Если вы действительно систематически это делаете, постоянно делаете, спад только бывает тогда, когда запрызла не держишь, успокойся и ничего не делаешь. Тогда уже, конечно, идет спад. Ты стал директором, ты не можешь спокойно уже сидеть, развалиться и быть директором. Ты должен этим людям, которых ты пригласил, их сделать директорами, ты за них ответственный. Ты же не для того, чтобы сам стать директором сюда пришел, ты же должен их еще научить стать, их сделать директорами. Они должны быть директорами. Вот тогда, когда они будут уже директорами, тогда ты даже тогда не можешь успокоиться. А скажи, пожалуйста, а когда муж к тебе присоединился и как это происходило? Честно скажу, с уровня золотого директора он стал уже видеть, начал уже как бы поддерживать меня. Но честно, еще и ревновал. Ревновал. Вот такой, а дикфлейм, все равно как-то у него это проскальзывало. Даже с уровня сапфирового директора, как у меня выезды, регионы, семинары, он все время начинал мне препятствовать. Не знаю, начинался у нас спор-скандал обязательно. Было такое. Вот с уровня бриллиантового директора. Наоборот. Тебе же это надо. Я тебе эту программу в интернете нашел. Вот эта программа. Теперь уже учит. Да, но он меня учит. Я поехала после Мексики, после конференции. А вы вместе были в Мексике? Мы всегда с ним вместе везде. Только когда я выступаю, я работаю одна. А так как мы вместе. Вы на одном контракте сейчас? Да, да, на одном. И я уехала, значит, в город Мирный, Архангельская область. И у меня там идут презентации, он мне звонит, что, как, чему. Ну, и когда новый человек развивается, когда ты групповые делаешь презентации, а я же этих людей не знаю, они же все не чужие, но если бы я их знала, бы с теплого рынка были бы, другое дело. Когда ты не знаешь, не знаешь во время презентации кто что может сказать. Очень хорошо работает презентация 2 на 1. Так? Когда ты, твой лидер и новичок. Вот тогда уже очень хорошо работает. Но когда ты и твой лидер, который учится, и там 10-20 человек, там один может сказать, ой, да это у нас уже давно, ой, да это. И у людей есть все-таки это стадное чувство. И поверят обязательно тому, что говорят, не надо, не хочу. И Влад такой, он мне поэтому звонит, меня учит. Ты смотри, говорит, большие презентации не делай. Ты делай, говорит, по одному. Пусть конвейерами идут все, но все по одному. Я говорю, как ты догадался, молодец. Я так и сделаю. Хотя я так и делаю, но мне надо обязательно его похвалить. Чтобы это была его идея. Чтобы он это самое, чувствовал себя. Таким образом, я говорю, какой же ты молодец. Как ты догадался? Я говорю, я точно теперь так буду делать. Вот таким образом. Скажи, а дети у тебя какого возраста? Дети, девочки у меня 17 лет. Она у меня директор. Она у меня 5-й. Она студентка. РГУ «Нефть и газа» имени Губкина. Экономика и менеджмент. Как раз там у них управление. У них бывают такие ролевые игры, как они управляют организацией. Я говорю, видишь, как я говорю, а в «Эрфлэме» ты опыт уже имеешь, организацию имеешь уже свою. Вторая девочка 14 лет. Вот зарегистрировалась. Ой, да. Первый уровень. Да. И мальчик 12 лет не дождется. Ну и классно. Значит, будет в семье и дважды бриллиантовые, да? Да. Классно. Классно. Такие дела. Какие у вас вопросы есть, Лиза? Расскажите еще про ту женщину, которую вы рассказывали на 14-го. Вы про ней не рассказали? Про которую? 14-го марта, который выходил. Это, значит, это заловка моей заловки. Вот, в которой в Саратове живет моя заловка, она ее заловка. И она из Саратова поехала в Грозный к ней, а она, кажется, ей бизнес и не предлагала. Думаю, ей он не нужен. Она собрала полный дом своих людей и там делала презентации, обучала. А она издалека сидела и смотрела на нее. Она мне не предлагает этот бизнес. А мне что, деньги не нужны? Представляете, мы всегда за кого-то решаем. Никогда не нужно ни за кого решать. Она сама уже стала подходить, слушать. А мне что же, говорит, это нужно? Эта женщина, очень такая вот грамотная, умная, уравновешенная, спокойная, хорошая, порядочная женщина, она войну в результате ракетно-бомбового удара убила ее мужа, а ее ранила. И она с тремя детьми осталась. И работала в селе учительницей, сельской учительницей, чтобы прокормить этих детей. Там она получала какие-то гроши, честно, не помню, то ли 2 тысячи, то ли 3 тысячи зарплаты. Их даже на еду не хватало. Когда я ее увидела, она уже была на 12%, когда я ее впервые увидела, она вообще сидела грустная, вся всегда в черной одежде. Носила вещи, вот такие вот, юбки до пола, полный вот такой плато. Это для чего? Я потом у нее узнала, почему ты это все носишь? Она говорит, а что бы, говорит, не говорили, я же, говорит, вдова, у меня трое детей, чтобы не говорили, что я какая-то, ну, типа мужа еще что-то, это... Ну, в селе же бывают такие сплетники, еще что-то. Она, я говорю, да ты будешь, я говорю, вот так ходить все равно, но если скажут, то скажут, пусть говорят, что хотят. Я говорю, одень нормальную одежду, убери вот эти вот юбки, я говорю, убери эту косынку, оденься нормально. Раз ты уже пришла в бизнес, ты предприниматель. Я говорю, кто за тобой пойдет? Я говорю, измени свою форму одежды. То есть ее сноха я это не могла говорить, потому что, ну, какая-то, знаете, станция не положена как-то, сноха должна же по-другому себя вести. А я-то могу, я не как сноха, я как вышестоящий спонсор, я уже говорю, как должно быть. И я ее сажала, говорю, а ну улыбнись, она не умела улыбаться, улыбаться, как вот в сказке Буратино, там есть перо, да, у него вот специально вот такие глаза, и он, я не умею, улыбаться поет вечно. Вот точно какая же она была. Я говорю, из сила, улыбнись, она не могу, улыбнись, я говорю, все уже прошло, муж умер, теперь делать нечего, это самое, детей вырастить надо, жить надо, давай, ты хочешь, хочу, все, давай улыбайся, не может она улыбаться. Вот настолько мы и репетировали ее улыбку, она и сейчас-то все равно, но уже более улыбается. Сейчас она одевается так, как она хочет, как ей нравится. Сейчас она настолько успешная, она уже закрыла звание золотого директора и квалификации сапфира. Вот четыре, потому что сапфиры. То есть одновременно она открыла и золото, и сапфир, понимаете? Две этих квалификации сразу. Настолько вот добрая, порядочная женщина, это просто прелесть, хорошая очень женщина. Вот такая судьба. Вот про шестого своего директора расскажу. Я прежде чем ехать в регион, была у своего координатора. Леонид мне говорит, Лиза говорит, да хватит тебе в сапфирах сидеть, надо бриллианта. Вот у тебя еще есть 9-12% группы, давай, говорит, сделай бриллианта. Я говорю, сделаю. Он говорит, когда? Я говорю, до конца Нового года. Он говорит, хорошо, беру с тебя слово, в конце года, но проверю. Я говорю, хорошо. И теперь хочешь, не хочешь, раз я дала слово, я умру, но я его сделаю. Я поехала эти группы вырастить. Так получилось. Одна группа мне говорит, ты что, мы без выходных работаем, у нас восстановление республики идет, я не могу ни на какие школы, я так заказываю, но не могу с тобой. Я говорю, давай, Лиза, не могу. Ну что я, если она не хочет, она не может, я за нее директора, тоже не могу. Вторая тоже, она фельдшер на селе, она зато каждой семье, каждому поможет, но бизнес у нее на последнем плане. Так же и у вас. Если у вас на первом плане бизнес, на первом плане Арифлейм, у вас тогда и будет получаться. Если у вас на первом плане все остальные дела, а потом, если время останется Арифлейм, у вас так и будет, где-то в среднем углу Арифлейм, ничего у вас не получится. Я, ну вот самое жаркое лето было, то к одной, то к другой, то собираете в конце, копошилась, ничего не получалось. Ну думаю, все лето потратила. Еду обратно домой, у меня билеты на 31 августа, а мне у Золовки проблема со здоровьем, мне говорят, срочно надо ее вывезти в Москву. Я тогда оставляю детей, мужик привезет, я говорю, надо Золовку, а билетов нету. А мы с ней где-то числа, это в 20-х числах августа это. Билетов нету, уже все раскуплены. Мы идем, значит, начальнику вокзала, начальнику поезда, раз больная, и нам дают купе-проводнице. Одно место этой проводнице, она дает свое место, раз больная, а тебе, говорит, места нету, ты, говорит, будешь стоя ехать. Двое суток мне стоя ехать. Ну ладно, говорю, хорошо. Главное, ее уложила, а сама еду. Вечером спать хочется. И она мне что дает? Она мне дает матрас, и в этом же купе на пол стелет матрас, говорит, ложись на пол. И знакомых много, и мне стыдно, думаю, хоть меня никто не увидел на полу. Всем же не объяснишь, зачем, почему, как я еду, не будешь же? И я накрыла голову и лежу на полу, ноги у меня в коридоре, в общем, кто туда ходит, туалет, или еще куда цеплять за мои ноги, а я все лежу. И я слышу, как эта проводница, чуть свет, жара невыносимая, там и дети. И я слышу, кто-то ей что-то говорит, да это, зачем вы это, зачем вы то, ну мало ли что, по работе ей. А она к каждому отвечает, да ты миленький, да я не это, это наше это, к каждому. Я обычно привыкла, что проводницы вечно гав-гав-гав-гав. А это каждого успокаивает, пассажира. Думаю, нет, думаю, это наш человек. Да, да, да. Этот человек мне нужен. Я ее зову, ее же купе, и говорю, сколько ты здесь получаешь за эту, говорю, адскую работу, чужие туалеты мыть, я говорю, что ты здесь получаешь? Она говорит, четыре с половиной тысяч рублей. Я говорю, месяц, это двое суток в Москву, двое из Москвы, четыре сутки, потом два суток отдых, опять четыре сутки в дороге. Я говорю, знаешь, мне каждый день будет четыре с половиной давать, я говорю, я эту работу не сделаю, я говорю, никогда в жизни. Она так удивилась, что же это я такая, что если мне каждый день будут давать, я и то не сделаю. Она говорит, ты что, у нас же нельзя, ты что, не знаешь, на работу устроиться, надо, говорит, взятку дать, две тысячи долларов дала, чтобы сюда устроиться, заняла, а теперь отрабатывает она эти две тысячи долларов. Хорошо, я говорю. Если бы была бы возможность, и лучше, это сам, ты бы согласилась, она говорит, конечно, тебе нужны нужные деньги, а для чего тебе нужны, не говорит, своего жилянет, не говорит, квартиру надо купить, не говорит, ну и свои проблемы перечисляй, хорошо, я говорю, у тебя есть возможность решить эти проблемы, скажи, сколько тебе денег нужно, реально, давай подумаем, вот через полгода, какие ты деньги хочешь получать? Она говорит, хочу как минимум через полгода тысячу долларов, а через год две тысячи долларов. Я говорю, хорошо, я говорю, и рассказываю ей план успеха до уровня золотого директора. То, что ей нужно, то и рассказываю. Она говорит, хорошо, зарегистрируй меня сегодня, как поезд приедет, я говорю, я не могу сегодня тебя регистрировать, я должна прямо с перрона ехать в больницу. Она говорит, тогда следующий рейс, хорошо, следующий рейс зарегистрирую. Следующий рейс, я уже ее встречаю на перроне, она об этом не знает, она мне звонит, ты не забыла о нашем договоре? Я говорю, не забыла, я тебя уже встречаю. И таким образом я ее подписала. И это был мой шестой директор. И я свое слово выполнила, понимаете? Я выполнила его, хотела к Новому году, 31 декабря, но получилось 31 января. Это тоже Новый год мусульманский, но выполнила. Я ехала, когда обратно, не выполнив то слово, которое я дала Леониду, Бог мне помог, Он мне дал другого человека, Он не дал мне тех, на которых я рассчитывала. Он мне дал другого человека, я его нашла по дороге. Понимаете? Если вы сильно чего-то хотите, вы хотите, вы дали слово, вы записали, вы себе дали слово, Всевышнему дали слово, и Всевышний вам помогает. Он хоть откуда-то вам его даст, но вы должны его распознать, вы его должны найти, вы можете и мимо пройти, не заметить, вы можете, но вы должны интуитивно чувствовать, слышать, слушать и находить. Скажи, пожалуйста, а что спонсор твой? Расскажи немножко про спонсора. Кто тебя пригласил? Меня никто не пригласил, я сама пришла. Ну да, а вот человек потом тебе помогал или что? И кто, на каком он уровне сейчас? Нет. Не помогал? Нет. Потом я уже стала директором, и с уровня директора я сама по себе. Мне помогают все. Скажи, а сейчас, какого уровня твой спонсор? Уровень директор. Директор. Значит, ты брилянтовым стала, а он директором так и остался. Вы общаетесь? Ну так. Я больше общаюсь с высшестоящим Кашкиной Антониной Валентиновной. Она с первой директорой, я с ней больше общаюсь. Как-то если... Можно я скажу? Нужно. Если ваш спонсор, я ничего не хочу сказать плохого про своего спонсора, дай бог ей здоровья, счастья, это замечательная женщина, и просто мы с улицы, я ей не знакомая, она мне не знакомая, может быть, если бы она меня пригласила или еще что-то, что-то она связывала, просто если ваш спонсор вас как-то, как сказать, ну может быть, он просто консультант, а вы движетесь больше, у вас более высокие цели, идите к вышестоящему спонсору, он вам тоже поможет. Вам поможет любой вышестоящий спонсор. То есть не зацикливайтесь на нем, на этом уровне, идите выше. В любом случае, вот в этой цепочке вам помогут, не помогут вашей цепочке спонсорской линии, помогут параллельно. Лиза, она, по-моему, тоже в Чечню ездила с тобой, да? Да, первый раз, когда я ездила, в Чечню она не ездила, в Ингушетию с вами ездила, первый раз, когда я ездила, да. Скажите, пожалуйста, вот присутствующий в этом зале, кто вообще испытал чувство какого-то стыда за то, что происходило в Чечне? Наверное, вся, правда? Вот мы говорим как раз о том, что вам очень много надо думать в этой жизни. почему так происходит, почему мы все люди на земле вроде бы равны, вот почему такие антагонизмы, почему должны где-то быть пылать войны, страдать люди, а потом выбираться из этого положения с такими трудностями, как я говорю, через муки в радость. А кто позавидовал этой, позавидовал этой женщине, мужественной женщине? Поднимите? Не, ну... Смотрите, как интересно. Ребята, мы живем в зависти, добрая, добрая, хорошая зависть. Дорогая Лиза, пройдут времена, мы в одной Российской Федерации. У нас есть свои герои Осипенко, Гриза Дубова, Лиза Чайкина и у нас есть еще один герой, Лиза Джабраева. АПЛОДИСМЕНТЫ Городжи тебе, дорогая наша Лиза, от имени клуба директоров. АПЛОДИСМЕНТЫ Городжи тебе за то, что ты пришла и поделилась. И многие могут быть, может быть, будут помнить эту встречу, но я не знаю скользко. Потому что это забыть нельзя. Потому что только такие люди и дают возможность другим подняться с колен. Николай Жихарев. АПЛОДИСМЕНТЫ Лиза, мы еще хотим преподнести такой презент эксклюзивный. Это часы Арифлейм. Лиза, у тебя таких точно нет. Вы знаете, что, дорогие мои, откровенно говоря, Банислав не точно немножко сказал, что завидовать. Наверное, вы знаете, завидовать тому, как она работала в Чечне, наверное, это немножко не так, да? Вы знаете, наверное, надо просто посмотреть на свою жизнь и понять для себя, что мы работаем не в таких условиях, как работала она. Так почему же мы не делаем то, что делала она? Почему? Неужели вам меньше нужны деньги, чем ей? Неужели вы не хотите для своих детей, для своих детей хорошей жизни, богатой, успешной, посылать куда-то отдыхать своих детей, не считать копейки, посылать, учиться, извините, а почему не во Францию, а почему не в Америку? Это раньше об этом не думали, потому что не на что было думать, не на что было мечтать, да? Мечта стоит денег, всегда стоила, только раньше мы так не мечтали, а сейчас мечтать можно и нужно. Вы знаете, мы сегодня приглашали сюда некоторых людей, я им говорила, придите и послушайте человека, который работал, когда это невозможно было делать, не было сил, не было никаких вообще условий, да? И я сказала, придите и посмотрите. Некоторые люди сказали, что мы найдем возможность, обязательно придем, хотя сегодня святой праздник, да, Пасха, и вы присутствующие могли бы не приходить, сказать, что есть дела важнее. И некоторые люди, даже, нет, многие люди сказали, пришли сюда, а одна, которой это было очень нужно, она сказала, нет, мне некогда, я не приду, у меня есть дела поважнее. Я, знаете, что ей сказала? Знаешь, до этого времени я тебе звонила и тебя уговаривала, да? Я по-разному ее приглашала, она иногда приходила на эти школы, но сказала, что если ты сегодня не будешь, я больше тебе звонить не буду. Ты сделала свой выбор, ты хочешь быть бедной, ты мне не друг и ты мне не партнер. Я не хочу иметь бедных друзей и бедных партнеров. Я не хочу себя окружать неудачливыми людьми. И вы сделайте выбор, посмотрите, недаром Лиза говорила про окружение, окружите себя людьми, которые не ноют и не стонут. И когда мне звонит какой-то консультант, когда у него радостный голос, когда он говорит, Нина, у меня подписался такой-то человек, у меня такой-то товароборот, я выхожу на 21%, он меня порадовал. А когда мне звонит человек и говорит, вот, у меня все плохо, у меня люди не те приходят, погода плохая, на школу я не пойду, потому что я все знаю, я это не слушаю. Мне, я прошу мне звонить и радовать спонсора. Я, когда мне человек звонит и начинает ныть, я говорю, так, минуточку, ты мне по какому поводу звонишь? Я заслужила, чтобы меня радовали. Я заслужила это. Я хочу, чтобы вы звонили мне и радовали. АПЛОДИСМЕНТЫ И еще. Таким людям я обычно говорю, скажите, пожалуйста, кто вам дал право выливать на меня ведро ваших помоев? Кто вам позволил? Вы не имеете права со своими помоями вы разбираетесь сами в своей квартире. Я же не лезу к вам домой, правильно? Я не лезу к вам в душу, потому что я не имею такого права. Вот когда вы разберетесь в своих семьях, со своими родственниками и с самим собой, тогда приходите, мы поможем. Правильно? Да. Давайте эту встречу закончим на хорошей волне. Поэтому я сейчас молчу за... Давайте маленький стриптиз сделаем на хорошей волне. Начинаете аплодировать. Все, пожалуйста. Спасибо. 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 Так, сейчас я пойду влезать. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Очень здорово! Вот он! Вещи Цакия! Свободно, да? Нужно? Катя, у тебя часы что-то? Да. Здоровье! Слушайте, на банкетском столе сало украинское и чеснок и горилка, да? Да, да, да! Ой, горилку, горилку! Бросьте в эту текилу! Вадик, это просто великолепная идея! Это не идея, я его заставил! Это что, броня сегодня разбудит? Так... Вадик, ты видел, что происходит? Цветы выкидываются... Слушай, не многовато полвазы, а? Да, ты его налил! Нет, ты чего? А варит! Я покажу стекулирую! Друзья мои! Я хочу выпить на эту вечеринку за богатый стол Сал! Сал с горилкой! Да, из-за тех людей, кто принес сало с горилкой, из-за цепилки, которая на этот стол посадила! Всех есть! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Хочется нам пить! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Чем, с кем еще пить? Кать, а ты чего пьешь? А мне не приносит чистой воду! Добрый вечер. Приветствую вас на этот вечер. Продолжение следует Ак-Дью Канкун. Ак-Дью Канкун? Пока. Это, конечно, это последний вечер, который был здесь в Канкун для многих из нас. Некоторые уезжают на Санкт-Петербурге для Ак-Апутко. Но сегодня вечером, конечно, это первый день на этот год, когда мы отметим 40 лет Арифлей. И как мы, как многие из нас были сегодня в Майя руин, и мы знаем очень много о Майя традиции, и как они были уничтожены на мир они знали в то время, с их зданиями, архитектурами, их дизайнами, и, конечно, их способом работать вместе с командой. Это что мы хотим также отметить как начальник для нашего 40-х годов. Сегодня многие из нас были на Майянской руине. Мы там узнали, как они подведены, как они строили, как они работали, как команда, как они создали для них хорошую жизнь. И это мы сегодня тоже ответим, когда мы начинаем наш праздник 40-х годов. Все кто-то получил. Тогда вы увидите небольшой панданты. Внутри вы там видите внутри эту папку снайпчок. И это наш подарок вам. But this is our gift for today It is a Mayan pendant And the most interesting is that this gift is something that we will like you to remember for the rest of your life because here a very, very important pendant because this pendant Это очень важно, как объяснение старого цвета и айфлинга. Потому что этот пендент на самом деле в майянском скрипте написано на 14 августа 1967. На значок написано на майинске языке 14 августа 1967 года. That day is the birthday of Oriflame, as we announced yesterday. That was the day 40 years ago when Oriflame was founded. So, we would like you to wear this pendant as a necklace or as your choosing. And during this year to celebrate and also to show the importance of the 40th anniversary. Для того, чтобы показать, как важно события 40 лет компании Oriflame. This pendant is to me a sign of a fantastic and beautiful past. But it is also a pendant that we will wear in order to be sure of a very beautiful future. And with this, I would like that we raise our glasses. And I would like that. Фотографируется, а рядышком плещет прибой, буквально 15 метров и море, Карибское море. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok